Время обучения в школе Археология, конечно, была более привлекательна То, что об археологии мы тогда знали меньше Время обучения в школе У всех у нас есть свой личный архив Вот есть такой личный архив и у меня В этом архиве есть один документ Ровно 50-летняя недавность 69-го года Это письмо Учитель Шмидта Письмо 69-го года Когда я с ним познакомился Когда собирался Мы поступаем в спортивный институт Ну, короче говоря, размышлял Да, и что это И вот это письмо Которое во многом Как бы определило мою дальнейшую судьбу И то, что я связал Именно с архивными Деятельностями Архивы и архивное дело Это те же самые раскопки Только в отличие от археологии В отличие от археологов, которые, так сказать, копают под землю Архивисты копают над землей И в тех же делах, да, значит Единицах хранения Которые хранятся в составе архивных фондов Архивных учреждений Они также Они также раскапывают Они также обнаруживают Так, как те или иные артефакты То есть ведут примерно то же самое Что делают вот наши коллеги-археологи Интерес открытий Которые ожидают тебя Когда ты приходишь в архив Приходишь ли ты в качестве исследователя Или пользователя, как мы говорим Работает в читальный зал Или приходишь ли туда В качестве штатного сотрудника Который работает в том или ином отделе архива Все равно ты испытываешь действительно Вот то чувство ожидания находок Да, значит Находок, значит И вся твоя деятельность Как раз таки вот Она подчинена, так сказать Вот этому Я не знаю, как у других У меня это так И я работал в очень многих архивах И в разном статусе И в статусе штатного сотрудника И в статусе исследователя И так далее Но вот это вот чувство Да, значит Чувство Связано с ожиданием находок Да От каких-то открытий Пусть это будут небольшие Маленькие открытия Но тем не менее Вот это чувство Оно, собственно говоря Вот владеет тобой, значит И это, конечно же На мой взгляд Самое привлекательное Вот это Интереснейшая, на мой взгляд Профессия Историка Историка-архивиста Субтитры создавал DimaTorzok